Магистранты принадлежат к той категории учащихся, которые читают много именно научно-исследовательской литературы. Целью данной лекции является формирование у учащихся в магистратуре культуры чтения научно-исследовательской литературы. В чтении такого рода книг имеются, естественно, свои достоинства и свои сложности. По сравнению с восприятием информации на слух, чтение научных текстов обладает определенными особенностями, которые, с одной стороны, способствуют облегчению восприятия смысла, а с другой затрудняют его. Достоинствами научного текста является обязательное логическое построение и четкость, возможность выбора нужного темпа чтения и возвращения к непонятным местам в тексте. С психологической точки зрения зрительная память прочнее слуховое, поэтому извлечение информации протекает легче, с опорой на видимые знаки. Однако в восприятии научного текста есть и определенные трудности. Это прежде всего объем языкового материала. Кроме того, это и специфика текста, которая выражается в научной лексике, использование общенаучных и специальных терминов, смысловых конструктов и тому подобное. Существует на сегодняшний день немало подходов к работе с научно-исследовательской литературой. Некоторые из этих подходов мы сейчас рассмотрим. Прежде всего поговорим о просмотровом чтении. Детальному изучению материала должно предшествовать получение общего представления об этом материале. Это позволяет лучше ориентироваться в самом материале и тратить меньшее количество времени на его понимание. Такой прием подобен заблаговременному изучению карты незнакомого города перед поездкой туда. О составлении представлений о статье в 20 журнальных страниц необходимо всего 3 минуты. Основной целью просмотрового чтения является ознакомление с большим количеством зафиксированных в рабочем списке литературы библиографических источников по теме исследования. Для этого необходимо иметь план просмотра библиографических источников и информационно-поисковую систему. При создании такого плана важно учитывать значение источника для удовлетворения информационной потребности исследователя и дату опубликования этого источника. Преимущество отдается источникам, близким по содержанию к исследуемой теме. Также важна и так называемая свежесть публикации источника. Задача просмотрового чтения состоит в получении самого общего представления о содержании текста. Для успешного применения студент должен достаточно быстро читать, оперативно находить информацию в тексте и понимать общее содержание текста без словаря. Просмотровое чтение предполагает определенные цели, которые ставит пред собой автор книги. Кроме того, читатель должен понять проблему, поставленную и решенную автором в своей работе. Важно также определить основные положения публикации или времени и место событий, описанных в книге. Перед чтением текста студентам дается установка на его понимание, а также предлагаются следующие задания. Например, прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание, определите, о ком или о чем говорится в этом тексте, назовите в тексте предложение, которое является ответами на следующие вопросы, подтвердите или опровергните фактами из текста следующее положение и тому подобное. В результате просмотрового чтения изменяется значимость библиографических источников, указанных в рабочем списке литературы. На начальном этапе исследователь ориентировался только на название источника. Сама схожесть названия с ожидаемым содержанием не гарантирует того, что источник этот будет для вас полезен. Иногда название может быть иным, но внутреннее содержание при этом ближе к сути исследования. Завершается процесс составления списка наиболее значимых для проводимого исследования источников. Их обычно не так много. Еще одним важным результатом просмотрового чтения являются пометки в информационно-поисковой системе. Есть и такой подход к работе с научно-исследовательской литературой, как беглый просмотр. Цель беглого просмотра – это выделение названий, фрагментов текста, ключевых слов или графиков. Этот метод позволяет определить основную мысль книги. Его применяют для чтения литературы, только косвенно подходящей к нашей теме. Для интенсивной работы над научными статьями целесообразно применять метод просмотра двух предложений. Первого, то есть вводного, и последнего, то есть заключительного. Существует также метод изучающего чтения. Это углубленное чтение, предполагающее максимально точное освоение содержания текста и его адекватное воспроизведение в необходимых целях. В этом случае студент должен читать медленно, с частыми остановками для обдумывания, с выяснением непонятных слов и возвращением к тем местам, которые не были поняты с первого раза. Скорость такого чтения приблизительно 50-60 слов в минуту. Изучающее чтение предполагает внимательное прочтение выделенных на предыдущем этапе библиографических источников. При этом также делаются пометки в информационно-поисковой системе. В результате информация распределяется по ее отдельным пунктам. Когда в этих пунктах набирается достаточное количество информации, можно приступать к написанию текста. Для написания текста необходимо взять источники с фрагментами информации по выбранному пункту информационно-поисковой системы и внимательно их прочитать. После прочтения этих фрагментов у исследователя, как правило, возникает чувство полной ясности. Вместе с тем он понимает, что объема памяти не хватает для того, чтобы обнаруженную информацию сохранить в течение длительного времени. Возникает потребность в письменном изложении своих мыслей на базе прочитанного материала. О чем мы поговорим в следующей нашей лекции.